МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот храм Тихвинской иконы Божьей Матери был построен еще в 1774 году на городском Царево-Кокшайском кладбище. В пламенные 20-е годы прошлого века, когда все становилось с ног на голову, храм закрыли, могилы сравнялись с землей, а на месте бывшего кладбища устроили дендрарий ненадолго. Уже 19 мая 1940 года было подписано постановление об открытии здесь парка культуры и отдыха. Сегодня в рубрике мы пройдемся по его тенистым аллеям и вспомним, как строился и как развивался центральный парк Нишкаралы. Вход в парк начинался примерно там же, где и раньше, только немного левее. Подводящего к нему бульвара Чивайна еще не было. Перед входом стояла скульптура летчицы, которую в народе шутливо называли «Ану-ка, отними». В то время как раз появились конфеты с этим названием. В колоннах располагались парковые кассы. В 50-е годы вход в парк был платным. Современный входной портал с его строгими формами появился только в начале 60-х. В фотографиях тех лет вполне можно узнать современный парк. Вот центральная аллея. Встречают прохожих гипсовые физкультурники, гимнастка и толкатель ядра. Чуть в стороне скульптура балерины. В 1963 году в парке появилось легендарное кафе «Молодежное». Поначалу оно было одноэтажным. В 70-х надстроили второй этаж. Течья молодость пришла на эти годы, утверждают, в «Молодежном» было не только самое вкусное мороженое, но и самые веселые вечеринки. До середины 70-х годов прошлого века парк был совсем небольшой. Заканчивался он вот здесь, где я стою. Позади меня был забор, но вместо скульптурной композиции «Древо жизни» стоял памятник Ленину. Памятник вождю мирового пролетариата появился здесь практически с самого открытия парка. Изготовлен из меди. В то время не скупились на памятники вождям. Позже медь стали заменять на бронзу. Простоял Владимир Лич на этом месте до середины 70-х годов. В это время началось строительство мемориала воинской славы. И центральную парковую аллею продлили до улицы Первомайской. А памятник перенесли вглубь парка. Стоит он там и сейчас. 1975 год. В этот год вся страна празднует 30-летний юбилей победы советского народа над фашистской Германией. В этот год в парке установлен мемориал воинской славы. Это памятник неизвестному солдату, который грозно смотрит вдаль, на запад, и охраняет границы нашей Родины. Это аллея героев, где увыковечены имена героев Советского Союза. И вечный огонь, который зажегся в Вишкороле, тоже не просто так. Факел специально доставили с Пискаревского мемориального кладбища Ленинграда. 9 мая 1975 года мемориал торжественно открыли. И в этот день впервые здесь появился пост номер один. Школьники, студенты, солдаты, срочники. Для этого поручения отбирали только лучших. К сожалению, в 90-е, в годы забвения, традиция нести почетный караул у мемориала воинской славы прекратилась. Возродилась вахта памяти только в 2000-м. Сегодняшние старшеклассники, так же как их родители, чеканят шаг и демонстрируют отличную выправку. Прогуляться по парку можно и не выходя из дома. На сайте Интерсити есть виртуальная экскурсия с описаниями всех скульптур, монументов и интересных мест парка культуры и отдыха. Стремительно меняться парк, как и весь наш город, начал с 2007-го года. Появилась новая центральная аллея, скульптурная композиция древа жизни, многочисленные кафе, но в этом площадке и, конечно, детские аттракционы. Настоящая гордость парка – это детская площадка. Все такое красочное, яркое, даже самое хочется полазить по канату или скатиться с горки. Специальное покрытие не даст ребенку ушибиться при падении. Правда, вход в этот чудо-городок платный, но плата, скорее, символическая – всего 20 рублей. Рядом с площадкой новое колесо обозрения. Свой первый круг оно сделало 14 февраля 2014 года. Дата очень символична. Действительно, что может быть романтичнее признания в любви на 40-метровой высоте, откуда весь город, как на ладони? В закрытых кабинках работает кондиционер. Летом не жарко, зимой не холодно. Новой детской площадкой и колесом обозрения модернизация парка и заканчивается. Городок аттракционов производит, скорее, удручающее впечатление. Яркие вкрапления новеньких каруселей положение поправить уже не в силах. В общем и целом, городок выглядит заброшенным и неухоженным. Покрасить старые карусели, поправить забор, поменять скамейки, убрать лишний хлам с территории. Задача, как мне кажется, вполне посильная. Еще один деликатный вопрос – общественный туалет. Для меня он пока остался открытым. Кабинки стоят, но работающими их мало кто видел. Посетителям предлагается использовать туалетные комнаты в кафе, но сами посетители не всегда об этом знают. Можно долго рассуждать на тему, каким стал и каким мог бы стать парк. Расти еще есть куда. Ясно одно – то, насколько чистым и уютным будет наш парк, зависит и от нас. Так что давайте беречь и любить наш парк и наш город. На этом все. Увидимся на прогулке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова